Ну что, старушка на месте, все разгрузили, Андрюха тут на Балтике. Ничего нулевочка, нормально проскакивает? Не алло или нормально? Пойдет. Андрюха думает еще что это название, просто нулевка, а не градусов. Еще не разобрался. Так, у вас тут что? У нас все хорошо, все прекрасно. Таз закуска готов. Нет, я-то его просто прижал, так то он полный. А, был? Серьезно. Не, я просто уходил, было больше, я думал, пока ушел, ты откидал. Нет, потом снимешь, когда перемешаем, пусть настаивается. Я думала, откидал куда-то. Так, это у нас... Да мы купили, заказывали с этого какого. На Алиэкспрессе. На Зоне заказывали. Ты на Зоне этот раз? С Каспией, конечно. Это с Каспийской. А, ну да. С Каспийской осетура заказывали. Ага. Так, все, блюдо называется что? Ну, Талухи. Не жди, не встретимся, да? Да. Все, вот. Все, едем на речку, короче. За рыбой. За рыбой, за другой. Более привычная для нашего организма рыбу сейчас будем ловить. Это тоже привычная, но это Каспийская. Ну, это для вас, для нас-то нет. А как для нас? Ты ссылку скинешь мне, где ты заказал? На Зоне. Ну, ссылку надо. Ну, скину потом домой, приеду, связь будет. Мне эта связь-то ты тут не даешь ни фига. Ну, завязывай, завязывай. Сказал нищебродам не даем связь. Виктор. Ему тоже не дает. Я-я-я. Вон, сигареты появились. Это, помните, как у кого-то сигареты появятся, наклеивают. Там банки еще. Вот кто собирал банки? Эти пивные там всякие, от Кока-Колы. Целые батареи такие стояли. Сигареты вот это, коллекционировали. Но мужики думают, что это очень круто. Кэмэл, кэмэл везде. Очень круто выжигать здесь. Да, очень круто они думают, что вот так на стол при... А холодильника нету, просто некуда фигачить эту тему. Гор был и рыба скопилась. Я говорю, в том году приехал, у них два таза рыбы. Привез на рыбалку мужиков. Сейчас начнем тягать. Как обычно. Как в прошлый раз мы с Серегой были, в общем так же сейчас будет. Видишь, тут все укомплектовано. Тут all inclusive. На каждом ветке эти стоят снасти, мормышки. Там, наверное, где-нибудь замороженные харьбы навесят. Да, только мы не об этом не рассказываем, но план был такой, что вы поймаете сейчас что-то. А он вы... Буря. Уходи. Уходи. Иди, блядь. Иди. Ну пошла, ну что-то такая зупорылая. Все, корыто загрузили. Повезем сейчас на поле. Там поле есть у нас такое хорошее. Какой-нибудь навесик соорудим, чтобы не вымывало тут ничего. А летом здесь это... Можно что-нибудь засадить, да? Какой-нибудь овесном или еще что-нибудь. Ой, тут казаны перероют. Да пусть роют. Что это? Жалко им что. Сой. Сой вон четыре мешка или пять. Сой посадить. И все. Можно тут перелопатим все. И все. И пусть они это живут. Или пашем, наверное. Да, овес, сою. В перемешку. Надо узнать, что лучше. Овес, соя. Они же не дружат вроде как. Можно и кукуруза насадить. Да там есть корма. Ну что, вспарываем давай его. Засыпаем. Спар. Есть ли? Да. Вдяем. 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 Вдыл, собираем. Вдяем. Вдяем. Режем? С Irishlas. Прям мешок же? Ну, о чем он гросс? Сколько там, оставим? Да нет? потом приедешь если сожрут, а они его сожрут, можно вон воткнуть в расщельную да да веревка что осталось, ее порезать пусть они жрут, мы же тут когда приехали, первый год кабана была вообще тьма просто, он со всех окрестностей приходил сюда, кормовая только на речках там червяков копали, рыли, тут все вспахано было кабаном, но в этом году может быть подойдет кабан, чушка с поросятами может придет, пусть жрут если в тайге нет ничего допустим да и воронье там продыряют это все, да и пусть сыпется ради волы так блин еще бы да, корыто одно какое-нибудь, чтоб парочку, потому что если допустим большой кабан подойдет, он мелочь не пустит он будет отгонять, надо подальше где-то еще корыто допустим сделать, ну чтобы они могли пожрать, а то здоровый подойдет, мелочевка нет, он их выгоняет оденет метров тридцать там еще корыто сделать, ну и все все, первые пришли первые пришли у нас и зверю тоже понравится, даже собаки жрут блин, а им вроде не нужна асоя как бы, ну да, им это вредно но распучись, надо отваливать отсюда и все, полянку засадим, пусть они ходят жрут а если снежная зима, то конечно это сток, да, нафигачить здесь потом сложить его и пересолить между слоями чтоб солька была тоже и все им это вкатит я то шучу, говорю, сейчас первую партию рыбы вывезем, а они что-то поймали тоже а у вас хотя бы какое-то доказательство есть, где ваши доказательства а, фотки то есть помните фильм какой-то там русского играл там или шварценеггер или кто там где ваши доказательства мы сразу толы сделали настругали нет, что поймался, правда? я его кусаю только на лед положили и этот сожрал вот этот вот вот он, минок а, ну это рыба а, ни хрена себе, а там что, на веревке кто-то держит? нет, он держал вот так а, в смысле, вы подвесили? ха-ха-ха-ха это... что, серьезно что ли? вот это пиявка вот это пиявка е-мое надо его еще ближе получается снимать ха-ха-ха еще ближе к объективу чтобы вообще закрыло его ха-ха-ха-ха слышишь, мы уже и хараедов добыли а, да? да а где? в дереве где? да ладно чё ты, ё-моё вот Ренат добыл ну, письки ловятся нет, поймал на этого я же вам говорил на рыбалку вас привезу а вы не верили ха-ха-ха-ха-ха на мушку ручейника одел а, да? да вот это да все, Жека, Жека, смотри все, свою дикую снасть зацепил все, сейчас будет ворочить я очень долго стоял ты еще охраняешься? давай, я выхожу я слушаю там гавцы собаки я еще думаю, там тоже кто-то пошел который requires Игорь liked rir ну у тут од и CC Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну по этому видео вообще непонятно как будто этой манки сварили целый чан вот так сейчас ключи вроде видно ухо по-фински у нас так вот 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 венички 2 3 надо много питание сегодня банный день у нас очередной что вы там корнишоны прячьте свои есть нормальные габариты так ну все ладно все животики тянули сразу хоп-хоп так ну все я свою функцию гостеприимного хозяина выполнил я думаю мужикам понравилось все хорошо все тоже раздеваясь пойду греться да конечно сейчас буду проходить в бане деда видел со сестра я еще не ел уху как бы к лука со сетра похоже на речная рыба зашла она не ловилась раньше на дичине ловится как бы нормально дедом мешок сегодня тайменя поймали убрал покажи на камеру поймал я сегодня на 7 килограмм один сорвался который до одного собака и двух собак если 2 на 2 года где эта фотка здесь будет лучше видно я уже все было переживать как же же вот да кстати вот сегодняшний улов пожалуйста щеки желтый конечно с ним были какие-то процедуры сегодня запланированы да чё тоже это хотели с него на завтрак отлеты сделал сегодня на завтра сегодня саня чуть я передал много покажи колись андрюха просто первый самый главный подарок отца не достал остальное все потом посмотрю в одиночестве вот саня передал свою дичью волка с этике . еще футболка красота адрю не так это саня передал кольщик наш андрюхи подарок на 23 феврале жеки ничего не стал поругались немного все жеки не передал специально еще поджуржил наверно что андрюхи передал нет ничего не говорил он сказал андрея так то и две футболки два полотенца вы хорош начинаете арифметику или включать днем ходить вечером переодеваться это он на андрюхи ну сознательность нормальные паруса шорты ну на лето шорты превращая брюки превращать так ну все это можем просто дырка и он уже из-под этого шконки там что-то доставать уже начало наговариваю штаны почему собак разберусь и скажи до кормить ну и чё а ну утром мою поедим не но мы можем остатки теста же правильно в пакет положите и утром сделать еще одно еще две утром проснемся там две туда в тот же пакет сразу и этот сыр и колбасу не мы это можем съесть принципе сейчас еще дуба стоит когда сегодня все таки днева не должен тесто заведем вот эту паску где в магазинах покупаете да на озоне взял на озоне готова пицца а ты кого-то знаешь а? кого-то знаешь надо ты знаешь на озоне да я прям ну что хотели на утро отставить не в этой компании но все сейчас еще по кусочку все надо себе это в гараже тоже это делать духовку что ли? у меня же тоже печи кипичные ну да духовку я бываю когда дождь идет в гараже шашлык кольца уберешь шашлык жаришь блять получается вообще огонь надо запивать пожалуйста уже красная вот эта я не знаю почему у тебя вот это второе дыхание открывается и причем на ночь глядя бля 95 ДТ шашлык 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 не будем друзья мы все поехали домой пацаны отдохнули я надеюсь очень понравилось им гостеприимство мы свое тут по максимуму проявили может быть что-то было не так не знаю ну я по крайней мере все силы приложил и мужики тоже поучаствовали все приготовили все было чисто опрятно постели свежие все нормально так кормов привезли мужики привели два мешка геркулесов подгон где я не просил но они говорят привезем ничего страшного это конечно везите рыбы два мешка там амурской так что продукта валом хватает при любой возможности вот это время стараюсь как можно больше вести продуктов все буквально сейчас две недели и все я не проеду на шоке вообще ни на какой техники не проедешь если только ночью или рано утром ну до обеда уже все расквасит поедем обратно но с этой получается и с поломкой с тобой как знаете говорят для простого человека неприятности а для кто снимает в ю тубе контент все это расслабон расслабились я расслабился никогда в там проблем никаких не было даже если на стаскивала куда-то сторону мы проезжали боком а тут что-то такой угол наледи что блокировка перестала работать получается у нас верхние колеса крутят которые на льду нижние стоят на месте это и раньше так было я у иваныча спрашивал он говорит там так должно быть ну не не сломалась ничего блокировка так должно быть она так работает наши шаги ну полуось ну она надорвана была по срезу послому было видно что по живому то есть получается не полностью весь диаметр полуоси внутренняя часть вот сломалась а вне да там уже видать трещина была поэтому нагрузки там особой не было мы если кто смотрит канал раньше видели да в какие мы ступени врывались там речки переезжали там такие удары там вот там была нагрузка а тут еще и лед снег там может быть то что это колеса широкие но площадь большая соприкосновения но все равно там я думаю не не такая нагрузка большая была ладно поедем мужикам еще до хабаровской ехать ходом это нам тут выехал из дома еще там включимся а вы там чё поехали до трассы мы без происшествий пустые прошли эту налить вообще спокойно нигде не сносила ничего чё вы к нам заедете туда или как отсюда я думал еще ренат заболел приехали мы домой друзья камеру там не стал уже включать ветер да и сейчас ветер дует мужиками попрощались сейчас он к серёге приехали по щас пойду хозяйство его покажу кони коровы тут тёлки то там дофига хозяйства надо показать серый пойдем покажем чё у тебя там за животины есть пёс вот вверх хозяйство тут мы пришли посмотреть ветерочек конечно это тёлка а лошадь как звать эльза слушай ну ничего это в голодный год можно тут это подкрепиться это ты так кого зовешь я думал у тебя же зайцы где-то будущем кролики куры ой баран ее мы еще тут вот этот канал с водой и тут это летом гуси наяривают утки гуси ты можешь догладить пока мы не столь близко знакомы это ты на ней катаешься вот они они мне постоянно спрашивают чё кроликов не заведете типа на пасеке да и собаки и мне вообще жалко бы их ну как убью как его убью смотри он даже офигеть а у тебя же помнишь этот кролик офигевший был собак который над собаками издевался растянули у серёги кролик был до собак вы просто драться лес к ним что-то в миске леса забирал там у них что-то свиней но гонял что-то сумасшедший какой-то до добра не довела его вот это наглость смысле они вот так всю зиму жили что ли на улице не вот так на улице жили в морозы 40 шук-шук я не знаю я не не спрашивал я видел просто что они бегают а как холодно наверно капец а чё они жрут ну вот солома вот это да которая из под соя остается ну да мою чё не у тебя какие-то все вносится чем-то их кормишь тут и там доехать вообще тут смотреть серёга и зайцы короче дед серёга и зайцы слушайте какие-то другие мелкие а молодые взял ударил да не мне вот блин так они же выпрыгнуть могут не в теории могут и просто им нафиг не надо да и чё-то вот им занес что-то сыпанул они едят гаев тут сколько они еще и плодятся дать дорогие наши женщины 13 процентов смотрящих наш канал хотел поздравить вас с международным женским днем не знаю ролик выйдет в преддверии праздника или же во время и после не знаю семейного тепла благополучия и как можно больше цветов без повода а мы поехали домой точнее я домой серёга дома всего доброго друзья на берегите все